Я приветствую всех любителей математики. Сегодня мы решим одну очень изящную задачу. Надеюсь, вы получите эстетическое наслаждение. Условия задачи вы можете видеть на листочке. Даны миллион натуральных чисел от единицы до миллиона. Над этими числами мы будем проделывать следующую процедуру. Мы будем заменять каждое число на сумму его цифр. И так будем делать до тех пор, пока не получим миллион однозначных чисел. Спрашивается, каких в результате чисел получится больше? Единиц или двоек? Тут всем вдумчивым зрителям я советую поставить на паузу и попытаться решить задачу самостоятельно. Я буду показывать свое решение. И по ходу дела отмечу, что эта задача на наш любимый инвариант. То есть мы должны будем отыскать некоторое свойство, которое не меняется в ходе разрешенных преобразований. Для начала я поясню, что такое сумма цифр числа. То есть, например, если число 23, то сумма его цифр 2 плюс 3 равно 5. Это можно представить в виде функции. Потому что это в точности удовлетворяет определению функции. Она у нас определена на множестве натуральных чисел. И каждому натуральному числу мы сопоставляем единственное значение. То есть сумма его цифр. Ну и давайте теперь посмотрим, что же у нас будет получаться. Вот здесь я написал некоторое натуральное число в общем виде. Поскольку у нас позиционная система счисления, то мы можем записать это вот так. То есть каждая степень десятки умножается на что-то. Здесь предполагается, что число более чем трехзначное. Мы имеем А0 единиц, А1 десятков, А2 сотен, ну и так далее. И здесь я написал сумму цифр числа. И теперь если мы вычитаем из числа сумму его цифр, то мы получаем следующее. А0 минус А0 пропадает, ничего не остается. 10А1 минус А1 будет 9А1. 100А2 минус А2 – 99А2. И так далее. И здесь мы видим, что можно девяточку вынести за скобки. И мы получаем число, кратное 9. Таким образом, разность числа нашего исходного и суммы его цифр делится на 9. Раз так, то остаток от деления на 9 остается неизменным. Чтобы это было более явно, я вот здесь записал в таком виде. То есть х – это наше исходное число. Мы вычитаем нечто кратное 9 и получаем число, которое должно иметь остаток от деления на 9, такое же, как и исходное. То есть в нашем случае это число, которое было, а это сумма его цифр. Ну вот здесь я показываю, что мы делаем на конкретном примере. То есть берем какое-то случайное число, сумму его цифр. Значит складываем все, получаем 25. Снова складываем цифры, получаем 7. И остаток от деления на 9 остается неизменным. То есть он как был 7, так и остался. Ну и давайте теперь посмотрим, что же получается с исходным рядом. Значит, вот первые 8 цифр, они так и остаются. Потому что остаток от деления на 9 так и будет. Значит, дальше. Как только мы добрались до 9, то остаток от деления здесь уже 0. Потому что делится на целом на 9. И дальше у нас вот эти вот блоки по 9 остатков, они так и будут повторяться до самого конца. И у нас получается 111 111 вот таких вот блоков. И в конце еще одна единичка. Потому что здесь вот последнее число это 999 999. И значит, если мы все это подсчитываем, то у нас получается 111 111 единиц. Ой, двойк. 111 111 троек, четверок и всего остального. А вот единиц будет на одну больше. То есть их будет 111 112. И таким образом, ответ на вопрос задачи, единиц будет больше, чем двоек. Ну и по ходу дела можно заметить, что таким образом мы с вами вывели признак делимости на 9. То есть в частном случае, когда остаток от деления на 9 равен 0, то это сохраняется. Если у исходного числа был остаток от деления на 9 равен 0, то и у суммы его цифр тоже он остается равным 0. И получается признак делимости на 9. Число делится на 9 в том и только в том случае, если сумма всех его цифр делится на 9. Ну вот я надеюсь, всем было понятно, интересно. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.